12.07 в Кирове. Продолжается программа «Разворот со слушателями». Это значит, что у нас прямой эфир и прием звонков по телефону 211-101. И мы приступаем к разбору темы, которую анонсировали в первом часе. Кировчане массово жалуются на ухудшение дорожной обстановки в районе перекрестка улицы Московской и улицы Романа Виловича. А виноват ли новый торговый центр, который там открыл свои двери на прошлой неделе. Поговорим об этом с нашими экспертами и нашими слушателями. Представим экспертов. Андрей Бессолицын, заместитель руководителя дирекции дорожного хозяйства. Добрый день, Андрей Сергеевич. Здравствуйте. Да, и Алексей Докукин, начальник отделения дорожной инспекции организации дорожного движения отдела ГИБДД по городу Кирову. Алексей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Да, Анна Лапшина и Светлана Занько по-прежнему в студии. Но прежде всего давайте мы опишем дорожную ситуацию, которая сейчас существует на улице Московской, Романа Ердякова, там параллельных улиц Хваровского, улица Солнечная и прочее. Весь город стоял, начиная от театральной площади и заканчивая, я не знаю, где заканчивалась пробка, на самом деле, на прошлой неделе. После перекрестка она заканчивалась, я тебе скажу. После перекрестка с Ердяковой, если ехать в сторону юго-запада, пробка заканчивалась. Вот в эти дни конкретно. Да, после открытия МАКСи, первые дни, по крайней мере, я сегодня уже не рискнула там ехать, не могу сказать. Да. Вот какова обстановка сейчас, мы спросим у представителей ГИБДД, Алексей Анатольевич. Значит, на данный момент обстановка тяжелая, значит, имеются незначительные затруднения в дорожном движении, связанные подъездом к перекрестку по всем направлениям, с улицы Московской от производственной, от хлебозаводского проезда по Московской и от улицы Ердякова. Значит, на момент окончания строительства ГИБДД совместно с представителями администрации, дирекция дорожного хозяйства в сентябре выезжала для совместного обследования. Значит, в ходе обследования были выявлены недостатки организации дорожного движения, которая планировалась при открытии торгового центра. Значит, изначально было запланировано с торгового центра выезд во все направления на перекрестке Романа-Ердякова и улицы Московской, а именно поворот на правую сторону хлебозаводского проезда в прямом направлении на улицу Ердякова и с левым поворотом на московском направлении производственной. Значит, изучив нормативные документы, госинспекция внесла представление застройщику с требованием исключить выезд с торгового центра в направлении улицы Ердякова в прямом направлении и с левым поворотом на московском направлении улицы Производственной. То есть выехать можно только направо в сторону моста через железную дорогу? Все верно. Данное требование у нас предусмотрено градостроительным СНИПом, вступившим в законную силу в 2017 году. Перед открытием торгового центра собственник, застройщик услышал наши требования, изменил организацию дорожного движения. В настоящий момент с торгового центра разрешен выезд только направо. Подождите, во время открытия выезжали прямо. Я выезжала с улицы Ердякова, где живут мои родители, и с удивлением наблюдала, едущие мне на встречу автомобили в большом количестве. Ты знаешь, из простора тоже выезжают налево, хотя там знаки висят, что выезд только направо. К сожалению, у нас участники дорожного движения не соблюдают правила и требования дорог за знаки. А вы их там штрафуете? Если у нас наряд в поле зрения наряда попадает, нарушение правил дорожного движения, он реагирует, принимает меры согласно действующей законодательству. То есть вот эти выезды от торгового центра МАКСИ напрямую на Ердяково, это были нарушения правил дорожного движения? Люди не видели, не распознавали знаки, может быть? Знаки там видны, установлены соответствующими требованиями ГОСТа. К сожалению, это, наверное, просто несоблюдение правил дорожного движения с конкретными участниками дорожного движения. Там была такая сложная ситуация, что вполне можно было и запутаться, потому что действительно со всех сторон потоки машин, и ты просто терялся в этих потоках. Там и так-то проблемная всегда была ситуация. Водители нарушали бесконечно, и по улице Московской двигались так, что во время зеленого сигнала с Ердякова невозможно было завернуть, вы знаете об этом. А была тяжелая изначальная ситуация. Некуда было заворачивать. На данный момент светофор, который произошел изменение работы, он работает в соответствии с требованиями ГОСТа, а именно транспортные и бешеходные потоки разделены. То есть это более, скажем, дает возможность. В настоящий момент у нас получается улица Ердякова улучшена ситуация. Они едут больше, получилось, чем было до реконструкции перекрестка. И также у нас теперь пешеходы идут на зеленый сигнал светофора, когда иные участники транспортных потоков стоят. То есть и Ердякова стоит, не едет, и улица Московская стоит. Андрей Сергеевич, я обращаюсь к заместителю руководителя дирекции дорожного хозяйства. Много ли поступило жалоб от кировчан, от водителей, пешеходов в момент открытия центра? За неделю. За эту неделю, да. За неделю. Обращения, конечно, поступают, все они рассматриваются. Здесь хотелось бы, конечно, отметить и тот факт, что открытие торгового центра явилось, конечно, притяжением сразу многих участников дорожного движения, а так и пешеходов, и водителей транспортных средств. Аналогичные ситуации у нас наблюдались в прошлом и при открытии торговых центров метро, при открытии карусели на Герцена улице. Вы ожидали, что будет такая ситуация? В любом случае, когда происходит открытие такого крупного торгового центра, в любом случае притяжение граждан увеличивается в разы. Как показывает практика, ситуация нормализуется в течение первого месяца. То есть водители, во-первых, и перестраивают маршруты движения, соответственно, и происходит уже снижение потока транспорта желающих побывать. То есть вот эти как раз моменты, они способствуют стабилизации обстановки. То есть, как мы сейчас видим, допустим, такие моменты, они возникают только в какие-то критические моменты, когда люди массово каким-то праздникам, мероприятиям... Вот я вам скажу, когда будет очередной критический момент. Это к Новому году. После 15 декабря начнется, да. Ну, после 15 декабря, как мы... Во всем городе он будет. Практику наблюдаем, прошлых лет, да. То есть город, он практически встает не из-за того, что как бы граждане начинают массово приезжать сюда в город из близлежащих районов, то есть посещать какие-то торговые центры, какие-то мероприятия, но до этого не избежать. Это происходит регулярно, из года в год, и это есть действительно такой факт. Смотрите, много было претензий, я не знаю, успею я задать вопрос или нет, но тем не менее, много было претензий как раз не к выезду даже с территории торгового центра на Московскую, а к заезду туда, к левому повороту на улице Московской, вот этот вот перед подъездом к перекрестку с Ердякова, к левому повороту больше всего было претензий. И у меня был сегодня, вот прямо до эфира вопрос к нашему гостю Алексею Докугину, я спросила, а заезд Солнечной-то улицы есть или нет? Вот оттуда ведь удобно заезжать, правый поворот ты никому не мешаешь в принципе, немножко сбросил скорость и заехал. Это если ты с Воровского едешь? Да. Тогда удобно. Пожалуйста. А у нас близлежащая прилегающая улица, это улица Московская. А давайте мы не будем заезжать с Московской вообще, сделаем заезд только Солнечной. Значит, изначально, когда рассматривали проект организации дорожного движения, это в 2017 году на стадии согласования, госавтоинспекция предлагала исключить левый поворот с улицы Московской к торговому центру. Рекомендации были такие, что основной въезд сделать с улицы Солнечной. Вот, это правильное было решение. Но, к сожалению, госавтоинспекцию на тот момент никто не услышал, проект организации дорожного движения был согласован. А теперь вопрос к городу, к Андрею Бессолицу, но только после короткого перерыва. Почему не было услышано рекомендации ГИБДД и что и сейчас эта рекомендация воплотима в жизнь или уже нет? Через полминуты поговорим об этом. Итак, кировчане жалуются на ухудшение дорожной обстановки в районе перекрестка улицы Московской и Романа Ердякова. Виноват ли в этом новый торговый центр? Напоминаю, что там открылся большой торговый центр «Макси». Федеральная сеть представила свой магазин. И надо сказать, что действительно огромный отклик. Если вот мы сейчас поговорили с Алексеем Докукеном, что на прямую линию ГИБДД, которая была проведена в прошлую пятницу, насколько я помню, не было звонков, что вот такая ситуация горячая, хотя в этой пробке можно было бы, конечно, и позвонить. Может быть, тут есть и наш просчет, мы не слишком горячо говорили о том, что сейчас идет такая линия. Совершенно верно. Но, тем не менее, эта новость все выходные была самой востребованной во всех абсолютно СМИ. Тысячи просмотрев и масса негативных комментариев к этому вопросу. И за этими комментариями, надо сказать, мы еще обсудим эту тему, стиралась совершенно радость открытия нового торгового центра, потому что жаловались на то, что не просчитали, не посмотрели, что с этим происходит. Поэтому, наверное, логично, чтобы мы сейчас выслушали ответ Алексея Докукина, начальника отделения Дорожной инспекции... Ой, простите, Андрея Бесолицына все-таки, заместителя руководителя дирекции дорожного хозяйства. Почему не услышали ГИБДД, когда принимали решение в 2017 году и не сделали исключительно въезд с улицы Солнечной? Потому что ГИБДД рекомендовала для разгрузки как раз улицы Московской, предвкушая большой поток, именно такой заезд. И согласовали вот то, что мы получили в итоге. Нет, ну по этому поводу, конечно, хочется сказать, что заезд у нас с улицы Солнечной, он существует, то есть он сделан. Вот я думала, что его там нет, потому что там мост там есть, да, через речку? Там есть и заезд, и выезд, как бы и... Сколько там полос направления? Там по одной полосе направления, но, будем так говорить, когда ситуация, еще раз повторюсь, она нормализуется, и она нормализуется уже в ближайшее время. То есть, если мы не возьмем во внимание, конечно, наступающий Новый год в ближайшее время, то есть это произойдет уже, будем так говорить. Почему не прислушались к рекомендации ГИБДД в 2017 году? Еще раз повторюсь, во-первых, въезд и выезд в Солнечной он имеется, значит, что касается заезда с Московской... Нет, подождите, вы ответьте, пожалуйста, на мой прямой вопрос, прямым ответом. Почему согласовали, не услышав ГИБДД? Ведь они действовали согласно тоже нормативов, рассчитывая эти потоки автомобилей. Во-первых, эти рекомендации, они были услышаны. Но не сделано ничего было? Согласовали без учета этих рекомендаций? Заезд, въезд и выезд, он существует в Солнечной. Да, но у нас было предложение от ГИБДД сделать исключительно этот заезд, запретить поворот с Московской. Этот вариант рассматривался. Застройщикам было предложено строительство уширения, которое было сделано. То есть, была построена дополнительная полоса. Отметим, что до, будем говорить, введения такой организации движения у нас на улице Московской было две полосы со стороны Октябрьского проспекта. Значит, сейчас там три полосы. На подъезде перекрестку, две переходят в три. То есть, третья полоса, она как раз дает тот момент накопления транспорта, исключающего, будем так говорить, создание помер в движении по улице Московской. Но не исключило, как мы видим пока. Нет, ну, речь-то еще раз говорю, вернемся к тому, что сейчас, на данный момент, такая ситуация, что бы ни было предпринято, она бы в любом случае возникла, потому что притяжение транспорта по улице, оно увеличилось в несколько раз. Поток транспорта, конечно, он увеличился. И мы наблюдали такую ситуацию, еще раз повторюсь, во многих моментах, когда были открытия таких центров. Так, вот смотрите, Андрей Сергеевич, тогда вопрос такой. Если я верно понимаю, в течение ближайшего месяца администрация города и дирекция дорожного хозяйства анализирует дорожную обстановку в районе торгового центра МАКСИ. И в соответствии там, да, с теми результатами, которые вы получите, будут приниматься какие-то решения. Решение о запрете поворота левого, оно возможно, или вы не рассматриваете это? Нет, сейчас есть запрет на левый поворот. Мы имеем в виду правый поворот. С московской. Нет, 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 на левый поворот, на левый второй центр МАКСИ. Он существует. От театральной площади. От центра города, да. Он существует сейчас. Он существует, построена отдельная полоса, то есть есть въезд. По этому поводу, что скажу, сейчас, естественно, ситуация, она постоянно находится в мониторинге. А как вы мониторите эту ситуацию? То есть с выездом на место, это первое, во второе. Вот подожди, там постоянно находится, вот сейчас каждый день, каждый час там находится специалист ДДХ и мониторит счетчик буквально, сколько автомобилей, сколько пешеходов, сколько посетителей. Или как вы мониторите? Естественно, не каждый час он там находится. Мониторинг снимается в наиболее загруженные часы. Какие? То есть в утренние, вечерние. Это наиболее загруженные часы? Да, то есть когда более, будем говорить, у нас увеличивается количество транспорта. Ну и то, что там стоят люди и что, или нет? Или как это снимается информация? Снимается специальная аппаратура, и вон там ведь это все. В этом случае происходит... Эти данные будут опубликованы? Ну просто интересно нам результаты мониторинга. Они необходимы нам для того, чтобы изменить или принять меры какие-то к изменению организации движения. То есть одним из вариантов мы предлагали произвести перенос существующего стрелки с заезда торгового центра. На улицу Солнечную. Это позволит немножко увеличить интервал движения по Московской. Но еще раз говорю, это все сейчас в стадии анализа происходит, потому что она понимает, сколько у нас транспорта будет уходить на Московскую. Куда транспорт уходит, скидывается это довольно по времени требует определенных временных затрат. 211-101, сейчас секундочку, номер телефона прямого эфира. Мы разбираем ситуацию на перекрестке Московской, Ердяковой и Солнечной в связи с открытием торгового центра МАКСИ. Пробка до сих пор не рассосалась, до сих пор машины стоят. И, пожалуйста, ваше мнение. Достаточно ли, во-первых, усилий город приложил перед открытием этого центра? Правильно ли, на ваш взгляд, сейчас ведет себя городская администрация по регулированию движения? И готовы ли вы жертвовать своим временем и стоять в пробке ради того, чтобы у нас открывались торговые центры и в будущем в центре города, приманивая и являясь центрами притяжения всех участников дорожного движения, как нам сказал Андрей Бесольтин? Это вопрос для слушателей. А я бы еще, кстати, предложила слушателям, может быть, рекомендации какие-то озвучить, но потому что водители, которые постоянно туда-сюда ездят, да, может быть, могут сказать, что бы было сделать хорошо. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, что говорят горожане. Алло, добрый день. Представьтесь и высказывайтесь. Алло. Да, здравствуйте, пожалуйста. Вот слышим, как вы дышите в трубку? Пожалуйста, говорите. Алло. Алло. Да, мы вас слышим. Представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Мы вас слышим хорошо. Алло. Алло. Я вот какое мнение хотел высказать. При поездке по России, да и, в общем, приходилось ездить, везде на трассах круговое движение на таких вот сложных участках, как вот как раз солнечное проездство и все здесь, новую дорогу сделали. Но нисколько не стало лучше, почему нельзя было сразу запроектировать круговое движение, которое бы разгрузило этот перекресток. Ну, по крайней мере, стало бы ясно, как ехать и куда поворачивать. Спасибо. Как вас зовут? Влад. Меня зовут Влад. Влад. Спасибо, Влад. Вот предложение Влада насчет кругового движения. Вот в этом конкретном месте, в этой локации оно рассматривалось? Здесь рассматривались несколько вариантов организации дорожного движения. В том числе и рассматривалась, будем говорить, организация кругового движения. Дело в том, что здесь бомб, так называемые, очень стесненные условия. Во-первых, с одной стороны у нас имеется река Юльченко, с другой стороны жилая застройка. Никак. Посадить кольцо сюда, конечно, конечно, можно, но оно будет малого диаметра. И с таким диаметром и потоком транспорта, то есть в любом случае, пришлось бы возвращаться к регулированию светофорами. А это не улучшило бы вообще ситуацию ни в коем случае. Поэтому от этого варианта отошли. Ну, надо сказать, что сейчас по заказу городской администрации разрабатывается новая схема движения на наших дорогах. И там несколько круговых перекрестков с круговым движением запланировано. Но не в этом месте. Она была концепция, это представлено на урбанистическом форуме, как раз с рязанскими разработчиками, которые выиграли контракты и это делают. И, в общем, в открытом доступе появится, как только будет разработано. Продолжаем разговор. Напоминаю, что мы разбираем перекресток на улице Московская, Ердяково и Солнечной в связи со строительством и открытием торгового центра «Макси». У нас в гостях Андрей Бесолицын, заместитель руководителя дирекции дорожного хозяйства. Алексей Докукин, начальник отдела дорожной инспекции организации дорожного движения ГИБДД по городу Кирово. Я хочу вернуться к тому мониторингу, который сейчас дирекция дорожного хозяйства проводит. И все-таки спросить, вот результаты этого мониторинга, они примерно какой дате у вас появятся? Так, звук пропадает немножко, да? Да, где-то звук пропадает. Ну, я думаю, что к концу следующей недели какие-то уже предварительные данные мы получим. То есть дальше будем уже смотреть по ситуации, какими можно, по-моему, так говорить, кардинальными мерами можно его поменять. Но основное, еще раз отражу здесь, из-за чего, в принципе, вызвана сейчас данная задержка, потому что у нас в соответствии с требованиями новых национальных стандартов, в гостях предусмотрено разделение транспортных и пешеходных потоков. При прошлой организации дорожного движения, которая существовала до этого, данный режим не был применен, то есть это было старое, и пешеходы шли в одновременно включенной фазе вместе с транспортными средствами. Сейчас их разделили, и в результате это привело к тому, что весь режим светофорного объекта увеличился. Да, на 15 секунд, то время, когда идут пешеходы. Соответственно, вот эти 15 секунд, будем говорить, они давали достаточно времени, то есть за 15 секунд это примерно 10 машин. Весь режим цикла светофора увеличился на 15 секунд, то есть минута, сейчас стала минута, за минуту мы увеличиваем количество накапливаемого транспорта перед перекрестком, соответственно, вот происходит пробка. Здесь надо, конечно, решать вопрос с тем, чтобы в первую очередь как-то организовать движение с пешеходами, возможно. Как, например? Ну вот этот вопрос, он довольно очень, будем так говорить. Но я так понимаю, что вы совместно с ГИБДД будете решать его? Как его организовать? У нас три варианта движения пешеходов по земле, над землей и под землей. Под землей, естественно, как бы, поэтому и надо будет рассматривать, возможно, будет смещать повороты левые, то есть к улице Солнечной, как вариант один рассматриваем. Но еще раз повторюсь, то что сама ситуация, она в любом случае будет нормализовываться уже со временем. Простите, пожалуйста, Андрей Сергеевич, а я правильно поняла, что город сейчас рассматривает возможность, ну уж не знаю в какой перспективе и в каком временном отрезке, но строительство там подземного пешеходного перехода? Рассматриваются все варианты, возможно, еще раз повторюсь, то что сейчас вот уже говорили, что у нас проходит реализация проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры, то есть Рязань предложит свои проекты еще в этом случае. В том числе и этот узел будет рассматривать. В том числе, да, и этот узел, он тоже будет рассмотрен. И там уже специалисты института дадут свои технические характеристики. К концу года должна быть сдана эта документация. То есть они будут также взяты во внимание и уже от этого будет принято, будем так говорить, окончательное решение. Через полминуты мы уходим на рекламный перерыв. 211-101 номер телефона прямого эфира. Попадали ли вы в эту пробку? Как вы себя чувствовали в этой пробке? Сейчас, может быть, стоите, звоните нам. Нет, не надо из пробки звонить, нельзя говорить по телефону из автомобиля. Да, за рулем. Если пассажир, почему нет? Анатольевич, если пассажир, передайте трубку. И еще один вопрос, который мы вам зададим. Считаете ли вы, что по-прежнему необходимо строить большие торговые центры в центре города, несмотря на то, что они обеспечивают нас пробками не только при открытии, но и в праздничные дни? Перекресток Московской Романа Ердяковой из Солнечной. И торговый центр МАКСИ. Дадим высказаться сейчас представителю ГИБДД Алексею Дококину. Вот Андрей Сергеевич сказал, что 15 секунд, которые даются на то, что пешеходы спокойно перешли перекресток, в то же время скапливают автомобили, за 15 секунд 10 автомобилей скапливается. У вас есть по этому поводу свой комментарий? То, что касается отдельной фазы для пешеходов, она в данном случае улучшила движение по улице Московской и по Ердяковой. В частности, касающейся, когда совершали правый поворот с улицы Московской на Ердяково, в связи с тем, что пешеходы улицу Ердяково переходят постоянно, в большом количестве, у нас правый ряд проезжало 2-3 машины. Тоже притормаживал. Вынужден был пропускать, пропускал, проезжало 2-3 машины и транспортные средства, которые шли по прямому направлению по улице Московской, они не могли двигаться. То есть затор образовался благодаря этому также. На данный момент водители при зеленой секции светофора, работающем сигнале светофора, едут, зная, что пешеходы на проезжую часть не выходят, они поворачивают спокойно, и в результате чего у нас по правому ряду не может двигаться в прямом направлении, свободно. То же самое касается Романа Ердякова. Раньше, во-первых, у нас транспортный поток останавливался на перекрестке, который двигался по улице Московской, посреди тем, что не было вот этой фазы. На настоящий момент у нас, получается, водители с левым поворотом в Ердяково выезжают, им не мешает ни поток, ни пешеходы, которые переходят проезжую часть. То есть в этом случае улучшение видно. Ердяково у нас лучше стало ехать. Поехал он, наконец. Да, потому что это видно. И даже можно просто визуально посмотреть любую Яндекс-карту, любой онлайн, где можно посмотреть пробки, отследить, да, это все видно. Есть еще одна проблема здесь. В 180-200 метрах имеются у нас две остановки общественного транспорта на улице Московской. Со стороны центра, со стороны Октябрьского проспекта у нас имеется уширение, которое должно быть, но оно не в полном объеме выполнено. И, к сожалению, еще водители общественного транспорта не заезжают в этот карман. То есть образуется затор правого ряда из-за общественного транспорта и неполного кармана, да, заездного. Со стороны Юго-Запада, к центру, к сожалению, вообще отсутствует карман, который обязан быть на остановке общественного транспорта. В результате автобус останавливается на полосе движения. И весь правый ряд в него утыкается. В него утыкается. Третий нюанс имеется – это пешеходный переход, вызывной, регулируемый пешеходный переход, который в настоящий момент работает очень часто. Очень часто. И получается, что в течение пяти минут работы светофора, движения транспорта, шесть раз включается вызывное устройство, которое работает 15 секунд для пешеходов. То есть плюс вот эти организации затора в обоих направлениях. А давайте этот вызывной светофор по кнопке просто сделаем обычным, как-то отрегулируем. Так он вот перекресток и вот вызывной совсем. Давайте примем звонок от слушателя. Нету его, да, сорвался. Но смотрите, какая история. У нас остается 10 минут. Этот торговый центр, решение о том, что он там будет строиться, принималось не сейчас. Оно принималось еще прежней командой, которую возглавлял господин Перескоков и господин Быков. Мы помним, что это были земли Саха. Потом они были, они там не эксплуатировались практически какое-то время. Туда должно было зайти большой торговый центр, который занимался строительными материалами. Мы разбирали этот вопрос на общественной палате, очень активно и здесь в эфире. Но потом пришел Леруа Мерлен. Там должен был быть сначала, вот на Московской, да, должен быть торговый центр с строительными материалами и парк. Так презентовали люди, которые заходили. Потом возник, да, Леруа Мерлен, с этим чем эта торговая сеть не смогла зайти. И в итоге мы получили продуктовый супермаркет, гипермаркет продуктовый в центре города. Дальше. Вы говорите, Андрей Сергеевич, что эти гипермаркеты, они всегда центры притяжения. И люди, особенно в праздничные дни из районов, стремятся в эти гипермаркеты. И я совершенно не понимаю, почему их строят в торговые центры в центре, когда весь мир и Российская Федерация в том числе гипермаркеты строят по окраинам города. Именно в связи с тем, чтобы потоки из районов не заезжали в центр, а потоки из центра уезжали на окраины и не было столпотворения. Как могло случиться так, что очередной гипермаркет возник в центре города? Вот для меня, не как для потребителя, не как для жителя, не как для человека, который там мыслил бы... Зато твои родители могут ходить в Максе пешком. Мама сказала, что не ахти там, чтобы там большая какая разница. Магазинов полно вокруг везде. Правда, там кировские молочные продукты дороже, чем привозные. Тоже вопрос. Тоже вопрос. Но уже не к нашим гостям. Она пешком может ходить в магазин у дома один, второй и третий. Их там три, Аня. Светлана, значит, решение, вот мы о чем говорим. Решение о том, что появится торговый центр у Макси в центре города принималось несколько лет назад. Мы уже сказали. Мы уже сказали. Я сейчас другое хочу спросить. Вот с точки зрения ГИБДД, с точки зрения дирекции дорожного хозяйства, насколько логичны гипермаркеты любые строить в центре города? А это центр. Потом мы огребаем. И сейчас мы будем в инфраструктуру вкладывать безумные бабки. Ну, в любом случае, объекты притяжения в центре города, они, конечно... Такого массового притяжения? Это... Для дорожного движения это что? Не следует такого делать. То есть, как мы видим, даже, допустим, такие крупные города, как Москва, они даже не то что торговые центры, они все крупные объекты притяжения... Выносят. Выносят, да, за пределы МКАДа. То есть, все социальные учреждения, там, налоговую, еще что-то такое, да, куда граждане массово приезжают, это и то убираться из центра города. Конечно, строительство торговых центров в центральной части города, это не совсем бы правильно. ГИБДД? Согласен с этим вопросом. Получается, на данный момент мы не участвуем ни в градостроительной комиссии, так как у нас были внесены изменения в наше положение. Государственная инспекция безопасности и дорожного движения. Проекты организации дорожного движения с нами не согласовываются. Так, подождите, вот здесь я уточню, это по вашей инициативе вы не участвуете или вас отодвинули? Значит, это были изменения в законодательстве указом президента внесены. В федеральном. Да, в 2013 году, в этом году были изменения внесены. То есть, мы являемся органом надзора и мы контролируем то, что построят. И если у нас и имеется возможность повлиять на стадии строительства, то мы выдаем предписание представления. Хозяева, собственники, либо застройщики реагируют в положительную сторону. Это хорошо. Если нет, то мы уже принимаем меры административного воздействия по окончанию строительства. Но когда уже паровоз ушел, гипермаркет есть и огромная проблема теперь. Вот сейчас мы примем звонок, я вижу, что есть слушатель. Но вот городу, Андрей Сергеевич, вот эти сейчас все проблемы инфраструктурные, дороги, перекрестки, переходы, уширения, знаки, которые стоят очень больших денег. За счет чего будут вот это вот все строиться? Ну, сейчас это все рассматривается совместно с застройщиками еще. Все-таки. Да, то есть застройщик пока еще окончательно этот объект не ввел в эксплуатацию. То есть совместно с ним все мероприятия, они пока прорабатываются, изучаются. Еще раз повторюсь, вся система, куда можно все-таки перебросить транспорт. Что касается обустройства регулируемого пешеходного перехода, здесь ситуация с задержкой пешеходов, то есть она тоже рассматривается. Небольшого увеличения она все равно будет. Но опять же повторюсь, что совсем увеличивать, если светофорную задержку по этому светофору, то опять же мы получим то, что у нас пешеходы слишком тоже долго будут стоять. Если водитель, он едет в машине в теплой, прогретой, то пешеходу нужно стоять на улице зимой, и это могут быть... Или осенью вследствие, когда у нас... Соответственно, это тоже как бы такой момент, который следует учитывать. Примем звонок от слушателя. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, и высказывайте. Константин, я хочу сказать о том, что вот концепция разработки дорог у нас, да, то есть она уже конкурс какой-то прошел, какая-то команда выиграла. Я считаю, что нужно изменить порядок. Сначала дискуссия с обществом, с экспертами, и совместно выработано задание для специалистов уже, для решения всех задач. А что нам предложат? Может, это будет хорошо, а может, это будет плохо. Дискуссия наша будет вечно. Вот. То есть нужно сначала провести анализ, посоветоваться со всеми, учесть все мнения, в том числе вот и ГИБДЗ тут говорят, что они ни к чему не участвуют сейчас. То есть должен быть общественный диалог сначала, что делать. Потом техзадания, потом технические решения. Мы вас поняли. Так во всех приличных городах и делается в современном мире. Сначала запрос от общества и многосторонние со специалистами, общественными деятелями, чиновниками и прочими дискуссиями и финансовыми блоками. А потом уже нарезка задач и заказы. И об этом мы как раз тоже на урбанистическом форуме говорили. А вот я прямо уточню. Вот эта рязанская команда, которая делает к концу года, да, вот эту вот нашу транспортную схему или как, вот то, что она предложит, это обсуждаемо или это окончательный вариант? Ну, в любом случае, они сначала предложат какие-то варианты. И это будет не один вариант. То есть вариантов будет предложено ими несколько. Они будут выставлены на общественные слушания или нет? Здесь я не готов сказать. Не можете сказать пока. Мы зададим этот вопрос. То, что в любом случае, как бы вариант решения проблемы, он будет не один. Их будет несколько. То есть несколько схем организаций. Вот они будут уже рассматриваться индивидуально тогда. Ну, вот смотрите, какая история. Все-таки хочется, чтобы потом специалисты не разгребали такие серьезные проблемы, очень серьезные. Чтобы все-таки те люди, которые принимают решения, действительно действовали в интересах граждан. И города прежде всего. Город должен развиваться устойчиво. А здесь явно выбивают просто почву из-под ног на самом деле. И вот что касается торговых центров, то надо посмотреть. Не очень далеко находится еще один крупный торговый центр, Джеммол, в котором есть большой тоже супермаркет продуктовый карусель, который в этом году в два раза урезала свои площади. Вот запрос какой на продукты. Вот надо как-то, наверное, считать все-таки, какова потребность в тех или иных продуктах. А потом, Аня, когда ты сейчас вспоминаешь про Новый год, я сразу вспоминаю про маму мою, которую ты сказал, ей удобно стало туда ходить. Я представляю, как они там огребут снова от такого количества машин, людей и пробок, когда в этот гипермаркт к Новому году снова рванут люди. А потом к 8 марта, потом к 23 февраля и снова, и снова, и снова. А самое-то главное. Вот вложения вот в эту инфраструктуру, которая сейчас рассматривается, они очень большие. И если это будут деньги муниципального бюджета, деньги БКД, мне, например, обидно, почему мы вкладываем такие большие деньги, чтобы неважно какому торговому центру, где угодно вообще, было удобно зарабатывать деньги. Я не понимаю вот этого, честно. То есть эти вещи надо возлагать на собственника. Вот у нас чуть повыше, еще большая проблема, которая старая-старая-старая, это мосты, путепроводы через железку. Вот куда бы деньги, да, а тут придется сейчас перекресток перестраивать. Но я не понимаю это, ты понимаешь? Я не понимаю, но я так понимаю, что надо было раньше просто об этом думать, да? Хочешь построить торговый центр, на тебе в нагрузку, пожалуйста, проезжая часть. Но я так понимаю, что уширение как раз улицы Московской собственник делал за свой счет. Вот эту третью полосу, которая появилась по его стороне Газапада. Собственнику, данному собственнику, надо очень внимательно прислушиваться сейчас к тому, что говорят о нем люди. Потому что вот первый был скандал и разбор, это Люльченко, и тот отрезок земли, который в итоге не превратился в парк. Да, потому что, собственно, сказал, мне не нужен там парк, нам нужна коробка и парковочная площадка. Но это тоже отношение к людям. Ну вот правда, на самом деле, к горожанам. А значит, а нам теперь нужно вот это вот все разгребать. И люди, которые принимали решения в то время в администрации, не знаю, в Думе, где там принимали, там как это вот все в комплексе делают, вот они о чем в тот момент думали? Это все наказы нынешним. Вот все наказы нынешним. Наказы водителям нынешним все-таки объезжайте пока. Вот объезжайте. Не создавайте там пробку. Если можете выбрать другой маршрут, ездите другим маршрутом. Спасибо за подробный рассказ, беседу. Собственное мнение, профессиональное мнение специалистов. Андрею Бесолицуну, заместителю руководителя дирекции дорожного хозяйства. Алексею Докукину, начальнику отдела дорожной инспекции организации дорожного движения отдела ГИБДД по городу Кирову. Мы завершаем разворот со слушателями. Слушателям тоже спасибо за звонки. Через 20 минут программа «Особое мнение». Багир Шарифов, который выскажет свое особое мнение.